Бешенство находится в списке заболеваний, эффективные способы лечения которого до сих пор не найдены. После попадания инфекции в организм начинают проявляться симптомы. И как результат, летальный исход практически в 100% случаев. Вирус бешенства поражает нервную систему как животного, так и человека. Результаты анализов полностью подтвердили наличие этой инфекции в крови мёртвых лис, обнаруженных в черте города. Сейчас готовится в правительстве Нидергородской области указ губернатора о наложении очередного карантина на город Саров. Желательно поголовная вакцинация всего, в первую очередь это кошки и собаки. И особенно те, которые у нас не сидят по домам, а которые выходят на прогулку, либо выезжают куда-то на природу. И могут вступить в контакт с главным переносчиком вируса бешенства лисами. Однако встретить дикое животное можно не только в лесу. Лисы всё чаще стали выходить на территорию города. Один из факторов такого поведения диких животных – кормушки с едой, которые на улице в свободном доступе оставляют горожане. Ветеринарные врачи настоятельно советуют не контактировать с животными с неестественным поведением. Если вы видите адекватное животное, которое относительно нагло лазит по мусорным ящикам, поедает оставленную еду, то такое животное не всегда будет бешеным. А если это животное идёт, как говорится, нагло, как говорится, на вас, либо оно, как говорится, дергается, слюно течения, это уже вообще крайняя стадия. Если у животного, у любого, не только у лисы, какое-то неадекватное поведение, уйдите в сторону. Вирус бешенства имеет долгий инкубационный период – от нескольких недель до девяти месяцев. Главный симптом у животного – изменение голоса вследствие паралича связок. У человека боязнь жидкости. Если вас вкусило бешеное животное, своевременная вакцинация считается не позже 12 часов от момента покуса. Чем дольше дальше время идёт, тем шансов того, что вы не погибнете, кажется, меньше. Карантин по бешенству длится не менее 60 суток. Лечения от бешенства не существует. Единственная мера – профилактика с помощью вакцинации. По закону, прививка от бешенства должна быть сделана всем домашним животным.